Сегодня в программе «Указывая путь». Если 14 глава 1 послания Коринфянам учит нас чему-то, то она учит нас, что всякий раз, когда доминирует наше «я», от этого страдает Евангелие. Поклонение Богу и служение Богу всегда имеет цель. У использования вашего духовного дара всегда есть цель, и эта цель всегда назидать и благословлять других людей. Сегодня в программе. Я хочу, чтобы вы задумались вместе со мной о том, сколько переводов Библии мы имеем на сегодняшний день. Подумайте об этом. По крайней мере, у большинства из нас есть хотя бы один перевод. У многих из нас их много. Статистика утверждает, что 80% христиан в Америке не читают Библию регулярно. Теперь представьте, что 60% верующих христиан посещают церковь, но при этом они утверждают, что Библия не является непогрешимым Словом Божиим. Хочется покачать головой от отчаяния и сказать этим людям «вы вообще». Понимаете, что были люди, которые отдали свою жизнь ради того, чтобы мы сегодня имели Библию на английском языке. До реформации людям не разрешалось иметь Библию. Тогда вообще невозможно было иметь Библию на родном языке. Это было абсолютно невозможно. А зачем я вам все это говорю? Да потому что сегодня, несмотря на то, что у нас есть множество различных переводов Библии, проблема, с которой мы сталкиваемся во многих современных церквях, остается такой же, как и в Средневековье. У нас та же самая проблема. Она по-другому проявляется или проявляется в другом формате, но это та же проблема. В Средневековой церкви людям пытались помешать читать и знать Евангелие и Иисуса Христа. Но сегодня многие церковные лидеры публично сомневаются и отрицают авторитет Библии, и они достигают тех же результатов. Многие учителя Библии учат тому, что можно выбирать из Библии, что вам нравится, а что нет. И вот оно, практическое правило, когда мнение проповедника или мнение учителя превосходит вдохновенное, непогрешимое Слово Бога, это является преградой Евангелию. Смотрите, что мы сегодня имеем. У нас есть социальное Евангелие, Евангелие процветания, модифицированное Евангелие, Евангелие самого себя, выборочное Евангелие, как шведский стол, и список можно продолжать. А вот вам вопрос, какое заболевание проявляется при всех этих симптомах? Вызвышение собственного мнения, своей идеи над непогрешимым Словом Божьим. Никогда не забывайте об этом. Если 14 глава 1 послания Коринфянам чему-то нас учит, то она учит нас, что всякий раз, когда доминирует наше «я», уменьшается значимость Евангелия. Я повторю, всякий раз, когда доминирует «я», страдает именно Евангелием. Это могло принимать сотни форм, но суть одна. Коринфяне злоупотребляли дарами Святого Духа. А причины? Чтобы показать свое «я». Цель всегда одна — это «я». Главное — мои интересы, моя популярность, мои цели. Позвольте дать вам краткую историческую справку, о том, что имел в виду Святой Дух, вдохновивший апостола Павла при написании этого послания. В Коринфе, как и во всех греческих городах того времени, в большинстве греческих городов того времени, практиковалось языческое поклонение. Они услышали Евангелие в то время, когда совершали языческое поклонение. А языческое поклонение всегда сопровождалось экстазом. Этот тип экстаза проявлялся в бормотании, говорении, на том, что они называли бы языками богов и богинь языческого мира. Помните, я говорил вам в 12 главе, что на каждый духовный дар, на каждый дар, который дает нам Дух Святой, приходит сатана с поддельным даром. У каждого дара Святого Духа есть подделка. В Коринфской церкви говорение на языках часто приобретало оттенок языческого экстаза. Итак, теперь вы понимаете, почему Павел так непреклонен? Они нейтрализуют рациональные чувства и открываются показушности. Именно поэтому в 26 стихе Павел непреклонен в том, что их поклонение должно быть назидательным для всего тела, а не только для кучки эгоистичных людей. Услышьте меня, это важно. Если вы внимательно прочитаете 14 главу, вы обнаружите, что их поклонение было беспорядочным. Мы знаем это из времени причастия. Они приносили еду и даже не ждали друг друга. И поклонение тоже было хаотичным, и апостол был этим обеспокоен. Они очень мало задумывались о том, что чувствует остальная часть верующих. Не говоря уже о неверующих, посетивших их, которые никогда не придут к вере, если услышат хаотичное бормотание. Они не услышат, что являются грешниками и направляются в ад, и что Иисус — это путь спасения, что нужно прийти к тому, кто пролил свою кровь за вас и воскрес за вас. Это единственное послание, которое заставит людей склониться пред Богом и приведет к вере в Него. Вы можете приукрасить Евангелие, убрать все острые углы, сделать его более мягким и приемлемым для нашей культуры, но это не приведет людей на небеса. Позвольте дать вам пять принципов, которые апостол Павел дает Коринфянам. Пять принципов о поклонении в Духе и Истине. Я покажу вам эти пять принципов. Прежде всего, он говорит, что поклонение должно быть назидательным для всего тела. Для кого? Для всего тела. Затем он сказал, что поклонение должно быть вполне понятным. Это стихи с 6 по 12. В-третьих, он сказал, что оно должно быть иррациональным, а не только эмоциональным. И к этому я еще вернусь. Стихи с 13 по 19. В-четвертых, поклонение не должно быть с подделкой. Остерегайтесь с подделки. Стихи с 20 по 28. И, наконец, пятый и последний принцип. Поклонение должно быть основано исключительно на Слове и проистекать только из Слова Божьего. Стихи с 29 по 40. Поклонение должно быть назидательным для всего тела. Вы не просто лицо в толпе. Для Бога вы личность. Он видит вас индивидуально. Он знает вас индивидуально. Он любит вас индивидуально. Он называет вас по имени. И поэтому каждый в теле важен. И поэтому важно назидание каждого человека в теле. И хотя апостол Павел говорит, что каждый верующий должен открыть свой духовный дар, дар Святого Духа, и использовать его в своей жизни, коринфы не решили, что будут требовать для себя лишь одного дара. И затем они злоупотребляли этим даром. А почему? Потому что хотели внимания к себе. Смотрите на меня. Не на славу Божию, а на меня, возлюбленные. А если вы недовольны даром, данным вам Святым Духом, я хочу, чтобы вы задали себе следующий вопрос. Зачем мне еще один? Для чего мне еще один дар? Для того, чтобы служить себе или служить собранию, то есть телу. Этот дар нужен для вашего личного использования или для благословения других. В четвертом стихе Павел сказал, что все верующие, рожденные от Духа Божьего, крещены одним Духом. И это Святой Дух, а не какой-то иной Дух. А вот почему он говорит, испытывайте духов, от Бога ли они? Потому что ложные духи могут проникнуться в любую церковь. В десятом стихе сказано, что одним даны разные языки, а другим — истолкование языков. Но люди в Коринфе считали говорение на языках исключительным даром. Они хотели получить именно этот дар, чтобы привлечь к себе внимание, вызвать зависть со стороны остального тела. Итак, вот что произошло. Послушайте внимательно. Все люди в церкви хотели получить именно этот дар. А почему? Из-за своей гордыни. Они жаждали привлечь к себе внимание, продвинуть себя. Они хотели получить власть и контроль. Они пытались превзойти друг друга, пытаясь получить этот единственный дар. И при этом они широко открыли себя для сатаны, чтобы он мог войти и принести что? Свои поддельные дары. И вот почему Павел не умолим в своих заверениях. Давайте посмотрим 4 стих. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, то есть говорит так, говорит Господь в своем слове, вот тот назидает тело. Возлюбленные. С годами я понял, что эгоизм любого рода подрывает нашу молитву. Вы об этом знали? Он портит все, к чему прикасается. Эгоизм повсюду создает хаос. Услышьте меня. Коринфяне не понимали, что половина наших проблем из-за того, что мы хотим, чтобы все было по-нашему. Ну а вторая половина наших проблем из-за того, что мы все делаем по-нашему. Посмотрим на 5 стих. Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Павел не относится с презрением и неуважением к дару иных языков. Он не игнорирует значимость этого дара. Он, наоборот, говорит, «Если бы это зависело от меня, я бы дал этот дар всем вам, но я знаю, что это вредно для вашего эго». Это действительно может быть разрушительным. Но далее он говорит, что это дар не для всех. И снова вернемся к 10 стиху, где сказано, что это дар лишь для некоторых. Но и это еще не все. Никто и никогда не мог обвинить апостола Павла в том, что он говорит из зависти. Павел так говорит, потому что он просто не знает, как говорить на языках. Вот и все. Он сказал, «Я говорю на языках больше, чем все вы». Этот дар полезен нам для самоназидания при чтении, обучении и толковании Слова Божьего. Этот дар – благословение для каждого, абсолютно каждого верующего. Ну, а во-вторых, поклонение должно быть вполне понятным. Посмотрим на стихи 6 по 12. Павел говорит, что когда есть библейская ясность, это седьмой стих, то все получают для себя назидание. Но если нет библейской ясности, то это как если на музыкальном инструменте играет человек, который никогда раньше на нем не играл, тогда это просто шум, и называется это как афония. «Потому что только тогда, когда Слово Божие ясно». Я могу добавить, когда проповедник говорит прямо, без намеков и приукрашиваний, тогда Слово созидает, исправляет, ободряет, утешает и бросает нам вызов. И когда Слово Божие передается ясно, мы обретаем красоту среди пепла, находим для нашей души елей радости вместо плача, и вместо вретища мы облекаемся в одежду хвалы. Поклонение Богу никогда не должно руководствоваться эгоизмом, и именно поэтому Павел сказал, что пророчество, точнее передача Слова Божьего, имеет первостепенное значение. Это самая главная цель. Поклонение должно быть назидательным для кого? Конечно, для всех. А во-вторых, поклонение должно быть вполне ясным и понятным. В-третьих, поклонение должно быть рациональным, а не только эмоциональным. В эмоциях нет ничего плохого, но если это чисто эмоционально, а не рационально, тогда люди не получат назидание. И вы часто слышите, как я говорю, что дело не в том, как высоко вы можете прыгнуть для Иисуса. Все дело в том, насколько прямо вы можете ходить, когда приземлитесь. Это действительно так. Итак, 14 стих говорит, «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода. Если разум не задействован, он никому не поможет, даже мне». Если ваш ум не участвует в поклонении, вы не сможете расти духовно. Кроме того, если я в молитве что-то бормочу или молюсь исключительно только о себе, прошу за себя любимого и только за себя, то вы обнаружатся, что очень немногие люди скажут на это «Аминь». На самом деле никто не скажет «Аминь». Конечно, в день Пятидесятницы ученики не понимали, о чем они говорили. Однако они не говорили чепуху. Они говорили на известных языках и на речиях разных народов. Историки говорят, что в день Пятидесятницы в Иерусалиме проживало 2 миллиона человек. Мне очень трудно представить, как можно втиснуть 2 миллиона человек в этот маленький город, но они так говорят. Скажем, сотни тысяч. Эти люди прибыли со всего мира как паломники в Иерусалим на день Шевуот. Это был очень большой, очень важный праздник для евреев. Какая прекрасная возможность для людей услышать Евангелие на их родных языках. Так что же делает Святой Дух? Он сверхъестественным образом наделяет апостолов даром языка. Поэтому люди смогли услышать Евангелие на своем родном языке. Скорее всего, ученики никогда не были вне Израиля. Они не говорили на иностранных языках. Они не ходили в языковые школы, не изучали языки. Поэтому Святой Дух сверхъестественно дал им иные языки, чтобы все эти десятки тысяч, сотни тысяч иностранных евреев могли услышать Евангелие. Они возвестили, что пришел Иисус Христос, Мессия, которого ждали на протяжении всего Ветхого Завета. Он умер на кресте, был погребен, воскрес и скоро придет судить мир. Они услышали это послание и были изумлены. Вы должны понимать, что у Бога всегда есть цель. Всегда. У Бога всегда есть цель. У даров Божьих всегда есть цель. Поклонение Богу всегда имеет цель. Услужение Богу всегда есть цель. Служение другим всегда имеет цель. У использования вашего духовного дара всегда есть цель. И эта цель всегда заключается в том, чтобы назидать и благословлять других. А в-четвертых, Евангелие не должно быть подделкой. Павел начинает этот раздел с того, что призывает коринфян возрастать, становиться мудрее. Мое сердце разрывается, когда я разговариваю с человеком, который вот уже 20 лет как принял Евангелие, но при этом по-прежнему не умеет отличить истину от подделки. Это разбивает мне сердце. Павел призывает нас быть зрелыми, быть внимательными. И 20 стих говорит, братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, не будьте искусны на злые дела, а по уму будьте совершеннолетними. Мы видели на протяжении всей этой серии проповедей, что верующие в Коринфе были лишены любви, были незрелыми, не различали истины от подделки, они были плотскими христианами. И Павел умоляет их пробудиться, поскольку они проявляли незрелость и отсутствие развлечения и не отличали истинные дары Святого Духа от поддельных даров. Это разбивало сердце апостола. И он сказал им, вы уже должны уметь различать, но они были настолько упрямы в своем мнении, что не хотели иметь дело с фактами. Вы можете что-то сказать с Коринфянам, но услышат ли они вас? Их не интересовало обучение. Их не интересовала библейская истина. Они не были заинтересованы в росте, в назидании других. Они были заинтересованы только в том, чтобы произвести впечатление на других. Были заинтересованы только в том, чтобы накормить свое эго, только в том, чтобы доставить себе удовольствие. И вот почему апостол Иоанн в первом своем послании, 4 главе, говорит «Испытывайте духов, от Бога ли они?» И, наконец, пятый принцип. Поклонение должно твердо основываться на Слове Божьем. Это стихи с 29 по 40. Здесь находится ключевой стих. Если у вас есть с собой Библия, подчеркните 33 стих. Если вы используете iPad или iPhone, выделите его. Это потрясающий стих, потому что Бог не есть Бог не устройство, но мира. Причина, по которой мы все должны желать дара откровения истины и Слова Божьего, потому что каждый раз, когда вы говорите библейскую истину своему коллеге, другу или соседу, вы пророчествуете. Что вы делаете? Вы пророчествуете. Каждый раз, когда вы применяете к ситуации то, что сказано об этом Слове, вы пророчествуете. Каждый раз, когда вы обучаете своих детей, наставляете своих детей в Слове Божьем, вы пророчествуете. Каждый раз, когда вы делитесь с кем-то подходящим к данной ситуации местом из Писания, вы пророчествуете. Вот что означает пророчество. Пророчество — это не новое откровение, потому что все, что противоречит Писанию, не является откровением от Бога, потому что Библия не нуждается в дополнениях. Имея больше времени, я рассказал бы вам о тех, кто верил, что канон все еще открыт, и что Бог все еще говорит авторитетно. Многие из этих церквей в истории были полностью уничтожены. Библия не нуждается в дополнениях. К ней нельзя ничего прибавлять. И, конечно же, от нее ничего нельзя отнимать. Почему пророчество — это лучший дар? Потому что он обличает грех. Он приводит нас к осознанию своей греховности. Этот дар обнаруживает секреты нашего сердца. Он ставит нас на колени. А это законное место для всех нас — стоять на коленях перед Богом в полном смирении. Дар пророчества может быть по-настоящему применен. Исполнен только в том случае, если вы каждый день уделяете Слову Божьему достаточно времени. Запомните, Слово Божие — это авторитет. Сегодня работают 하루�� каждый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова